Доброе утро дорогие друзья! Доброе утро! Доброе утро! С праздником! И пусть ваша ханча будет сегодня сладкой и пусть эта сладость распространится на тех и поддержит тех, кто сегодня воюет за всех нас. Ну а сейчас перейдем уже к основной теме, это ситуация на фронте. Прежде всего должен подчеркнуть, что сейчас у нас нет одного фронта. У нас сейчас их может быть 4-5, может и более. Кроме фронта, где ведут действия вооруженные силы Украины, национальная гвардия, а в некоторых местах и территориальная оборона и национальная полиция. Безусловно, все спецслужбы. Агрессор открыл террористический фронт, вынося удары по гражданскому населению, по гражданской застройке, по предприятиям, по театрам, по бассейнам. Соответственно, мы вынуждены были открыть гуманитарный фронт, есть еще информационный фронт, есть еще международный фронт. Все они более-менее синхронно действуют с тем, чтобы бороться с агрессором, вносить ему, возможно, большие потери и склонять к остановке агрессии, капитуляции, отходу, компенсации и так далее. Что касается первого, безусловно, самого главного, то ситуация в течение последней недели существенно не поменялась, имеют место боевые столкновения тактического уровня. Если идти по часовой стрелке, скажем, с северо-запада и дальше, то на северо-запад от Киева в лесах Киевской и Житомирской областей противник остановлен и потихоньку отодвигается в сторону маршрута, по которому они выдвигались из Белоруссии. Вчера по этому маршруту посольства Белоруссии во главе с послом Соколом, который каким-то странным образом учился со мной в одно время в Киевском училище. Правда, на инженерном факультете был такой тихий, дисциплинированный такой хлопчик, может быть, типично для белорусов, но сейчас он проявил себя как стопроцентный ватник. Ну и все посольство уехало в Белоруссию. На прощание наши пограничники передали от нашего командующего вороной с камень им 30 сребряников. Это в некотором роде настораживает, поскольку до сих пор нам удавалось различными способами сдерживать Лукашенко от направления белорусских военнослужащих в нашу территорию. Для участия в боевых действиях на стороне российского агрессора, что будет сейчас, нужно внимательно опять смотреть. Мы помним, что неделю назад была провокация двумя истребительными маргеровщиками России, нанесен удар по населённым бунтам при границе Украины, потом такой же удар по белорусским. И это подняло, конечно, определённую волну, но тогда от выступления они отказались. Будем смотреть, что будет сейчас. В тех населённых пунктах по линии Ирпень, Гастомель, Ворзель, Гуча, Вышгород, это я с запада на восток, с фурун Киевского моря, по линии вдоль реки Ирпень, на удалении 15-20-25 километров от Киева, противник занимает оборону в населённых пунктах, прячась от наших огневых средств, поскольку понимает, что мы по нашим гражданским, в нашим домах не стреляем, мы там действуем другими способами, а там, где они не успевают спрятаться или ленятся, мы их поражаем. Два дня назад, благодаря нашей разведке, мы обнаружили скопление артиллерии, танков, средств радиоэлектронной борьбы и других средств противника в одном из участков леса, нанесли массированный огневой удар и набили там очень много чего. Ну, как я сказал, это вот отображение того уровня боевых действий, когда противник не может уже продвигаться в сторону Киева и только лишь спасается от нас, от наших средств, наших войск, при этом пытаясь иногда наносить артиллерийские удары или ракетные удары по Киеву. До сих пор мы ракеты успешно сбивали, избиваем, благодаря в том числе не только мастерству наших военнослужащих противоогружной обороны, но и достойной поддержке средствами пока переносными зонитно-ракетных комплексов со стороны наших друзей и партнеров. Но все равно есть разрушения, есть жертвы среди мирного населения, поскольку даже если мы сбиваем баллистическую ракету под Киевом, она может взлететь и упасть на город, и тогда несколько человек могут погибнуть, что, к сожалению, происходит. С другой стороны Иевского моря на Черниговском-Сумском направлении, далеко от известного пригорода Киева Бровары, противник после полученного поражения и потери командира полка отошел и тоже занял оборону на линии населенных пунктов, где-то 30-40 километров с севера на юг, на восточных окраинах Киева. Там он пока окопался и никаких действий не предпринимает, поскольку в его тылу на маршрутах подвоза так называемых... Прошу прощения. Логистических. Одесса беспокоит, хочет доложить, как обстановка. Если что, можно, в любой момент я могу смонтировать и все, что угодно, чтобы вы... Я надеюсь, это не срочно, мы сможем переговорить позже. На маршрутах подвоза успешно действуют наши отряды, спецподразделения разведки и территориальной обороны. Недавно под Тростенцом разгромили колонну очень большую. Кроме того, что мы их громим, мы захватываем очень много техники, которые исчисляются уже сотнями боевых машин, которые, безусловно, так же, как и захваченные боеприпасы, мы всеми силами используем. Особенно те средства противоположной обороны, которые удается захватить. Я был свидетелем применения одного из таких средств. Неплохо работает, должен сказать, неплохо. В умелых руках, конечно. В Чернигове тяжелая гуманитарная обстановка, поскольку есть сложности со снабжением, много разрушений. В умах тоже тяжелая, но может быть чуть-чуть легче, чем в Чернигове. И во многих населенных пунктах Черниговской области противник из населенных пунктов изгнан и находится под нашим контролем. Называются разные цифры, там около 30 населенных пунктов, поскольку названия по некоторым причинам не называются, поэтому я их тоже называть не буду. Пошли дальше. В районе Харькова самые жаркие бои шли в Изюме, вокруг Изюма. Это когда-то там был городок, такой уровень районного центра. Он ориентировочно на юго-запад от Харькова, где Харьковская область приближается к Донецкой области, и всеми силами противник, вводя туда абсолютно неподготовленные части из числа срочно отмогилизованных сепаратистов Донецкой области, из числа срочно доставленных курсантов и инструкторов учебных подразделений из территории России. В некоторых местах целые поля, засыпанные трупами и заваленные разбитой техникой, они все равно продолжают эти попытки, потому что время идет, время не в их пользу, и если они вот этот свой явно читаемый маневр в попытках окружения наших сил на Донбассе не достигнут ближайшего времени успеха, они, безусловно, его не достигнут, то вся их компания пойдет тупо под хвост, но об этом мы поговорим чуть позже, когда будем смотреть дипломатический фронт. Изюм в наших руках, они пытаются войти, получают отпор, авиация в последнее время их уже практически не поддерживает, потому что мы ее успешно сбиваем, и очевидно, там уже ресурс у них значительно уменьшился, в том числе из-за того, что, очевидно, и опытных летчиков стало меньше, и морально-психологическое состояние этих российских пилотов значительно хуже, особенно если они знают, что последние где-то около 10-ти, может, больше дней мы сбили около полусотни самолетов и не взяли в плен ни одного летчика. Там, где они даже катапультируют, что наблюдалось над Черным морем, то неизвестно, что с ними случилось там в водах Черного моря, а на суше почему-то они все сгорают. Вот, и очевидно, пилоты это видят и не горят желанием. Разве что дальше нечисловые стрелки в районе Мариуполя, там, где, к сожалению, мы не можем сейчас обеспечить прокрытие с неба достойное, и у них очень короткое плечо подлета из, если ошибаюсь, Ейска, из Краснодарского края, там, старые военные училища, и из Крыма. Вот, даже не заходя в Мариуполь, они могут сбрасывать бомбы практически с акватории Азотского моря и пускать ракеты по нам самый тяжелый момент, но наши морские пехотинцы, национальные гвардейцы, пограничники, часть, верная часть национальной полиции, там есть, вроде бы, некоторые слухи относительно некоторых, ну, мы будем разбираться с ними потом, вот, они держатся достойно, недавно нанесли существенное поражение 22-й бригаде спецназа БРУ, скажем так, отборным, они там потянули, вроде бы, какое-то количество чеченцев, очевидно, переброшенных через Беларусь из-под Киева, где они, кроме каких-то видосиков, очевидно, сняты где-то в мирной Беларуси, с похожей застройкой, абсолютно ничего не проявили, и только понесли большие потери. Посмотрим, что они смогут проявить. Вот, Мариуполем, по крайней мере, там, похоже, их уже не бросают прямо в бой, парадным строем, там уже находятся достаточно опытные в боях с нами разделения сепаратистов и российского спецназа, ну, и мы их успех не уничтожаем, на этой неделе уничтожили командира распиаренной 150-й водострелковой дивизии, может быть, из истории Второй мировой войны вы знаете, что 150-я брала Рейхстаг и знамя победы, это же знамя 1-го 150-й дивизии, они ее достали из архива, вооружили, вот, она несколько лет простояла у нас на границе, и сейчас они бросили ее на Мариуполь, ну, минус один командир и много чего еще. На направлении Запорожье, Кривой Рог, Днепропетровск, там противник остановлен, чуть-чуть дергается, ну, опять же, несущественное продвижение взад-вперед, огневое поражение, больших новостей вроде бы не наблюдалось, чего не скажешь в отношении Николаева. Там несущественное достижение, но, к сожалению, некоторые потери. отброшен противник от Николаева. Уже не стали жалеть те мосты, которые там вокруг были, двух каналов и речек на подступах, которые противник использовал для подхода, они уже взорваны. Могли бы дойти до Херсона, но достаточных сил не было, а противник начал подтягивать свой войска, поэтому пришлось остановиться на границе Николаевской и Херсонской области. Противник затих, тем более мы за неделю дважды наносили поражение по передовым командным пунктам сначала 35-й армии, там нужно уточнить, кого из с генералитетом мы уничтожили точных данных подтвержденных пока не имеем. Но имеем подтвержденные данные из позавчерашнего случая, когда на место команды 35-й приехал передовой командный пункт 8-й общинской армии, в состав которой в том числе входят и так называемые 1-й, 2-й корпуса народной милиции сепартистов с Донецка Афганска, значит, генерал командующий Ильмар-Двенцов такая степичная русская фамилия. Ильмар-Двенцов Угоди важно. Уничтожим. Мы никак не могут понять, как мы на вроде бы большое расстояние какими средствами их достаем, но это наши предприятия. К сожалению, они смогли достать ракетным ударом Казаровым Николай и нашим Казаровым слышали там почти потери. Бесспорно, что мы допустили это дело. Я надеюсь, соответствующие выводы и уроки будут сделаны. На детском направлении после разгрома тех прорвавшихся нескольких батальонных тактических групп старой Доктрине называли просто усиленный батальон там суховый и танковый. Сейчас почему-то их называют по-модному ВТГ. Тем не менее, как бы их ни называли, мы их все равно разгромили полностью. Вряд ли в ближайшее время они туда сунутся. Чем поражать у нас силы средств достаточно. Поэтому они не стали пока высаживать морской десант, соответственно, разместили его где-то на горизонте около 12-15 километров от побережья в районе Одессы. Ну и гуляют из артиллерии потихоньку, пытаясь вызвать ответный гон наших средств, чтобы доразведку произвести, моральное давление, чтобы оказать, ну а главное, чтобы сковывать какие-то наши силы и средства, которые мы могли бы конечно отправить под Николаев и уже давно бы в Херсон освободить. Ну пока что обстановка такая. Это относительно общего обзора обстановки на фронтах оперативно-кактическом уровне. Что касается обмена ударами из новостей наверняка слышали и то, что нанесли удар по авиационному заводу в Альбоме, но слава, там давно уже все ценные оборудования и люди эвакуировали. Так что разрушен цех, когда есть такое дело. Вот. Киев более-менее надежно защищен, хотя артиллерийского обмена конечно защититься довольно сложно. Израиль с железным куполом нам не смог оказать помощь. Будем обходиться своими силами и средствами. Что делать? Для нас хороший урок на будущее. Говорят, на своих ошибках учатся дураки. Ну, без лишнего пломба что делать? Главное, чтобы учились. А как нас будут называть потом историки это уже меньшая проблема. Главное, чтобы сделали правильные выводы. по гуманитарному фронту каждый день по несколько сотен, по несколько тысяч из различных населенных пунктов временно оккупированных или же находящихся в того оккупанта вывозим людей. Там террор разгорается все страшный по нашим данным. И это не только удары бомбовые ракетные по Марьинболю, Харькову, Чернигову, Ренстобелю. Это и террор оккупантов, которые в состоянии отчаяния грабят, насилуют, убивают гражданских людей. Уже сотни таких к сожалению свидетельств. очень много в районе Киева, где их остановили, они прячутся по населенным полкам. Даже после окончания войны еще долго была работа по наказанию военных преступников. Некоторые данные, тоже вы слышали, наблюдается странный феномен, когда так называемые русские, я их не называю славянами, потому что судя по тому происхождению их руководства, Путин не славянин, Шойгу не славянин, их церковная иерархия, их Кирилл тоже не славянин, не буду называть конкретно их этническое происхождение, но они все русские, и призывники из этих всех уральских, приуральских, некоторых сибирских, дальневосточных регионов, они убивают, грабят и насилуют гораздо страшнее, чем это делят чеченцы. Такой интересный феномен. на информационном фронте, может быть, вы лучше знаете, чем я, я не сильно за этим чужу, нет, на дипломатическом переговоры ведутся, но, судя по всему, то, что мы наблюдаем по линии отмобилизования и сбора имеющихся резерву противника, он еще не оставил попыток закрепиться на захваченных территориях, если уж не нанести какой-то где-то хоть один успешный удар или достичь продвижения, то хотя бы зацементировать те рубежи, которые у него есть и не отдавать территорию. Я, честно говоря, пока с трудом представляю, как он согласится отдавать территорию, даже если мы полностью изолируем при помощи наших союзников экономически, энергетически, то, что он согласится отдавать территорию, пока под большим вопросом, но не будет отдавать, мы уничтожим, окружим и уничтожим, в этом я уверен, хотя допускаю, что может быть увидев, что китайцы не оказали ожидаемого рожданой помощи и поддержки, другие так называемые союзники часто морозятся, как у нас новоязие употребляют, это понятное слово. Может быть и будет искать какой-то еще вариант, поскольку, судя по всему, по моим оценкам, сейчас в головах Путина и в окружении медленно-медленно происходит поиск выхода из когнитивного диссонанса. Как же так? Неужели мы не можем с ними справиться? Неужели мы не можем их опять обыграть? Неужели придется как-то вот это неужели придется? Они пока еще ищут варианты, как войти неужели? И тут нужно конечно время. Тут надеюсь, что все мы на всех соответствующих участках будем помогать нашему прикиннику прийти к правильному выводу как можно скорее. Тут скорость не гарантирована. Нужно будет ждать, что в любой момент это может произойти, может еще затянуться на неделю если не на месяц, а может и больше. Спасибо за очень подробный анализ. Конечно у меня были подвопросы, к которым я сейчас вернусь, но я скажу просто свое даже не мнение о уверенности. Они не просто отползут, они отползут отовсюду, выплатят все репарации всем и сядут на скамью подсередимых. Причем речь сейчас не о Путине. Путин с ним все понятно. я не просто хочу, я уверен в том, что все военные преступники вплоть до этих тварей, которые насильничали и безобразничали под Киевом и в других местах, все должны сесть на скамью подсудимых. Ну, или умереть. Честно говоря, нехорошо так говорить в Великий пост, наверное. но лучше, чтобы умрить. Хорошо Рома Цимбарев сказал, уйдите или умрите. В данном случае, если они выберут второе, а они выбирают пока второе, ну, или за них выбирают второе. Больше, кстати, выбирают первое, сдаются в плен, мы уже открываем лагеря военных пленных. Вот то, что я раньше говорил, что мы будем вынуждены это делать и мы уже это делаем. Потому что уже, ну, официальная цифра уже почти 600, сдаются в плен, но здесь еще их много раненых, которых мы лечим по госпиталям и будут сдаваться и еще. Так что то, что авиация уже двое суток их практически не летает, у нас даже наши представители воздушных сил как бы стебаются, извиняюсь, ну, вчера уничтожили только три вертолета, к сожалению, противник больше не убивает, Тверный юмор, но понимаешь, угрожение определенных процессов, которые касаются, конечно, и морально-психологического состояния противника. Ну, честно говоря, у меня свой еще внутренний индикатор, если первые дни, первые недели у меня все дрожало, я не мог сдерживать эмоции и так далее, то сейчас я уже, конечно, очень тяжело, но смотрю на это, как бы, ну, есть диротизации процесс, вот примерно то же самое, хотя в то же самое время прекрасно понимаю, что это сопряжено с огромными потерями с нашей стороны и с огромными, с огромной более просто элементарно, но если вернуться к военным аспектам, сейчас они наскребают все по сусекам, вот буквально наскребают, вот эта история с ближневосточными наемниками и так далее, которую они почему-то распределили, тоже, блин, непонятно, пока она закончилась ничем, что-то не очень хотят они ехать, эти ближневосточные наемники, точно знаю, что они из Схенвали перебросили какую-то часть своих войск и каких-то добровольцев осетинских, точно знаю, что из Абхазии, из Карабаха, хотя, опять-таки, там не такие контингенты, чтобы можно было серьезно перебросить, и, вроде бы, горят, что вторую базу тоже туда, которую в Армении тоже перебрасывают, теперь вопрос, вот белорусы, абсолютно суицидально втягиваться в это во все, но если все-таки, так как он все-равно пропадает вместе с Путиным, если все-таки он решится, насколько это, скажем так, осложнит ситуацию, насколько это оттянет конец их? Однозначного ответа тут быть не может, поскольку тот факт, что они две недели пытались как-то затолкать даже самые отборные подразделения из трех их десантно-шуровых бригад и после проведенных чисток и все равно пока что белорусы не вошли, то если предпочитать, что каким-то классическим образом все-таки колонна белорусских военнослужащих и техники зайдет на территорию Украины, то это еще мало о чем говорит. Будут ли они воевать против нас или перейдут на нашу сторону или просто зайдутся в плен или повернут свое оружие против россиян. Возможные варианты. Поэтому я бы не стал сейчас однозначно как-то что-то предполагать, поскольку ситуация крайне, скажем так, неоднозначная. А что касается там хизболы испанских простите Испания, исламских мартейцев, которые там на территории Сирии вроде бы самые лучшие союзники российского агрессора, я допускаю, что в благодарность за поставки вооружения, в том числе Харьков со стороны России в свое время не могут послать несколько тысяч сюда. Конечно, никаких 40 тысячах речь не идет. Даже я сомневаюсь в цифре 16 тысяч, но какие-то цифры там 3-4-5 тысяч может быть более-менее реальной. Скорее всего, это все будет идти на Харьковской, а еще более вероятно туда южнее на территорию Донбасса и Мариуполя, чтобы завалить трупами дорогу из Донбасса в Крым каким-то образом, может, завалить трупами Мариуполь, оккупировать в конце концов Северодонецк, другие некоторые города, которые не все время Зуга глава, других вариантов у них не просматриваться пока, потому что кидать их под Киев с любого направления, при всем, при том, что они даже окружить его не могут, несут большие потери. Вот изобности фантастики пока что. Что там они будут делать, как мы уже убедились, одному Богу известно, я надеюсь, что Бог как это он обычно делает, будет наказывать дураков исполняя желания. Что мы наблюдали последние недели. И даже эти предполагаемые действия они я уверен нашими военными читаются и какие-то меры будут предприниматься. Какие звучат я бы не хотел, чтобы потом если не совпадут, не мыли, что я там или наоборот не совпадут, чтобы меня не критиковали. Пусть будет так, как решит наш генштаб. по поводу Хезбуллы, кстати, я все-таки думаю, что Хезбулла я не допускаю. То есть очень малая вероятность, потому что Хезбулла она должна получить добро из Тегерана, а Тегеран сегодня ввязываться в войну. То есть Хезбулла это фактически Иран ввязывается в войну. А Иран ввязывается в войну перед ядерной сделкой, перед перспективой ядерной сделки. Они же не альтернативно одаренные. альтернативно которые вот именно непосредственно армия Асада которая ничем не занималась всю компанию кроме того что уничтожало мирное население они могут взять но от них толку вообще никакого. Кстати по поводу окапываются я человек не военный поэтому мне особенно интересен этот вопрос. Вот сейчас получает Украина или уже получила не знаю новое вооружение скорее всего еще нет потому что два дня назад было только озвучено вот это дальнее ПВО там дроны камикадзе дроны противотанковые ну и так далее там целая линейка современного оружия но это но это же а но ведь это же но ведь это же в общем оборонительное оружие а если они окапываются может понадобиться наступательное оружие то есть насколько потребность в этом тяжелом наступательном оружии сейчас уже важна чтобы просто отбить территории и насколько на ваш взгляд запад готов будет предоставить это оружие не то которое закроет небо а то которое раздавит газины знаете ну тоже не все однозначно поскольку что значит наступательное мы не собираемся копировать действия россиян мы не собираемся развертывать танковые скажем так колонны в боевую линию и атаковать их там где они окопались там же нет сплошной линии фронта в руку понятно что раз не сплошной линии фронта значит есть все возможности для маневра бронетехники может быть и хотелось бы больше но в принципе для маневренных боевых действий я думаю наскребем что-то кроме этого есть средства у него поражения бронетехнику выбьем различными средствами тыловые колонны отрежем а вот на помощь против средств авиации и ракет которые нам предоставляют вот это именно как раз то что нам немножко и слава получим достаточно насыщения и появится зеленая травка листики и все открытые фланги наши территория наша и противник нам где закопался нам он будет и похоронен уверен что так и будет и последний вопрос который наверное волнует всех наших зрителей которые тоже далеки от военного дела когда мы говорим про сейчас они уже перестали они особенно пиарили это недели дня 3-4 назад сейчас уже заткнулись я уже смотрю по их пропаганде заткнулись полностью по поводу возможностей окружения котла вот этой самой крупной самой боеспособной группировки украинской армии на Донбассе я там посмотрел территорию это Южный Кавказ полностью то есть если у них нет силы окружить Киев то вот эту территорию отрезать и окружить тоже наверняка не будет поэтому не является ли это чисто пропагандистским шагом с их стороны что мы сейчас всех окружим мы сейчас всех победим я бы хотел чтобы это было чисто пропагандистским но вы же вспомните разницу в рельефе одно дело площадь горах тут нужно скажем потенциал наступающих среднем не 3 к 1 а где-то 7-8 к 1 чтобы продвигаться то есть площадь равнины местности если сравнить с гористой это надо умножать или наоборот делить в данном случае если от равнины исходить делить на 7-8 то есть по соотношению боевых потенциалов по расчетному соотношению для операторов это гораздо меньше если бы это была гористая местность и наоборот если бы Южный Кавказ был равнинный то был бы гораздо больше дело в том что трудно прятаться за пределами лесных массивов и каких-то складок местности которых типа врагов очень мало трудно скажем так вести боевые действия в населенных поскольку ищадим мир населения а противник не щадит мир населения это существенная разница у него плечо подвоза боеприпасов горючего резерва со стороны территории России со стороны вот этих так называемых ОРДЛО опять же короче чем у нас со стороны центров снабжения поэтому несмотря на то что мы держим там значительные силы и средства нам там нелегко но держится раз Бог все будет добре и ну я уверен как минимум правда должна победить правда для того чтобы правда победила она должна быть сильной Украина сильная и это это показал это показали эти дни сегодня 24-й день войны если я не ошибаюсь это 24-й да по-моему да если не 25-й если не 25-й уже уже еще потеряли да смотрю но факт тот что в мире в мире причем в мире профессиональном я имею ввиду там разведки пентагон и так далее они очень удивлены что вот такой результат а между тем я не хочу шамказаки до дневских настроений но я не то чтобы был уверен но я верил что вот я помню за 3 дня до войны мы с Мишей саму всем записали передачу когда ну достали сейчас нападут сейчас нападут но Мишей сказал ну пускай нападают конечно войны никто не хотел но уже расследование было такое и это было понятно что Украина не может проиграть был так называемый такой боевой драйв когда уже мы вчесались руки ну блин мы сейчас покажем да итог налицо итог налицо хотя конечно же впереди достаточно тяжелое время но я думаю что хребет этим не хочу ругаться я же сказал что я уже не столь эмоционален я уже эмоции он переломлен огромное вам спасибо за очень интересную беседу за очень подробный четкий анализ того что происходит и я думаю что после того как наши зрители это видео позволят и послушают скажем так они будут немного спокойнее немного спокойнее и за Украину и за то что ждет нас всех спасибо дай бог до сих пор большое спасибо дорогие друзья что были сегодня с нами всего доброго и до новых встреч и слава Украине героям слава до сих пор